Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Добрый день. Уже завтра начинается первый официальный визит президента Казахстана в Иран. Касым Жумар Тукаев встретится с высшим руководством Исламской Республики. Запланированы двусторонние переговоры. На повестке дня преимущественно вопросы торгово-экономического сотрудничества. Из Тегерана передает мой коллега Тимур Казагулов. Исламская Республика Иран. Страна, чья история насчитывает не одну тысячу лет. Государство, пережившее монархию и революцию, а последние десятилетия, живущие под грузом санкций, сегодня существуют больше не благодаря, а вопреки. При этом Иран был, есть и остается крупнейшим как экономическим, так и политическим игроком не только Юго-Западной Азии и Евразийского континента, но и всего мира. Пока одни страны обрывают связи с Ираном, Казахстан ищет возможности сотрудничества в торговом и экономическом полях. Все же мы соседи, пусть и общая граница у двух стран не сухопутная, а морская. Дипломатическим отношениям Казахстана и Ирана в этом году исполнилось 30 лет. Все эти годы руководство двух стран взаимодействует на самом высоком уровне, начиная с участия в различных саммитах и заканчивая официальными и государственными визитами. Конечно же, плодами этих встреч становится двустороннее сотрудничество в экономике и торговле. Только в прошлом году объем товара оборота достиг 440 миллионов долларов. Как в экспорте, так и в импорте республики намерены развивать партнерство и дальше, не только используя воздушные пути сообщения, но и сухопутный и морской транзит. Особый акцент стороны делают в последние годы на железные дороги и трансказпийский маршрут. Из Казахстана в Иран сегодня везут металл, крупы и овощи. В нашу страну уже завозят в основном орехи, фрукты и стройматериалы. Исторически сложилось так, что обе республики расположились на пересечении коридоров север-юг и запад-восток, отмечает бывший посол Ирана в Казахстане Рамин Мехман-Параст. А учитывая сложную геополитику, которая складывается в мире из-за военных конфликтов, этот потенциал становится еще больше. Роль Ирана и Казахстана сейчас очень важна в обеспечении продовольственной и промышленной безопасности всего Евразийского региона. Сегодня возникает прекрасная возможность для экспорта и импорта энергоресурсов, стройматериалов, продуктов питания, зерна и других товаров не только между нашими странами, но и в Европу, Азию и Африку. За четыре месяца этого года объем экспортно-импортных грузов по железным дорогам составил почти 500 тысяч тонн. Не меньше везут грузы и по Каспию через порт Актау – 589 тысяч тонн. В прошлом году объемы перевозок по земле и морю достигли больше тысячи тонн, соответственно. Иран всегда был готов сотрудничать с Казахстаном, потому что ваша страна открыта всем, очень миролюбива и при этом знает себе цену. У нас не только общая морская граница, но также очень много культурных, религиозных, исторических связей. Но в приоритете, конечно, взаимовыгодная торговля. Сегодня казахстанскими компаниями решаются вопросы строительства зернового терминала вблизи иранской станции Инчебурун и транспортно-логистического центра в порту Бандар-Аббас. Однако реализация осложняется санкциями, наложенными на Иран со стороны США. Как раз-таки о потенциале и перспективах развития логистики между странами и взаимной торговле с руководством Ирана намерен поговорить президент Казахстана. Касым Жомар Тукаев прибудет в Исламскую республику завтра с первым официальным визитом в качестве главы государства. Тимур Казагулов, Жандос Битабаров, Бахатбек Нуртаев, Алмас Омаргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Тегеран. Перспективы транскаспийского международного транспортного маршрута обсудили в Брюсселе. Представители нацкомпании «Казахстан Тимур Жола», Еврокомиссии, Европарламента, дипломаты и бизнесмены из почти 20 стран мира говорили о преимуществах использования так называемого среднего коридора для поставки товаров из Азии в Европу и обратно. Европейские институты считают Казахстан важным и сильным партнером не только в политической, но и в экономической сфере. И решение вопросов логистики только способствует расширению связей с ЕС, отметил посол Казахстана в Бельгии и Люксембурге Маргулан Баймухан. По его словам, за последние месяцы объем контейнерных перевозок по этому маршруту увеличился почти в полтора раза. По меньшей мере, один человек погиб, один госпитализирован после взрывов на нефтехимическом предприятии в Китае. Чтобы локализовать возгорание, спасателям понадобилось больше пяти часов. Причины инцидента устанавливаются. На месте трагедии работают экологи. Им предстоит оценить степень причиненного окружающей среде ущерба. В Туркестанской области активно реализуется государственная программа с дипломом в село. Только в Сузакский район за последние несколько лет приехали 300 молодых специалистов. В аулах им предоставляют жилье и подъемные. Рауль Габитфа об этом. Дана Аман три года назад окончила столичный медицинский университет. Получив диплом, решила переехать в Южный Казахстан. Выбор пал на Сузакский район. Тут как раз не хватало врачей-пульмонологов. Поэтому помимо основной специальности терапевта, Дане доверили лечить людей с заболеваниями легких. Я могла остаться в столице и продолжить карьеру там. Но мне хочется приносить пользу там, где не хватает медицинской помощи. А это зачастую происходит в сельской местности. К тому же мне понравились условия, которые тут предложили. За последние несколько лет в Сузакский район по этой программе переехали более 300 дипломированных специалистов. Но несмотря на это, в селах все еще испытывают дефицит работников в некоторых отраслях, особенно в технической. Ведь в районе активно развивается сельское хозяйство. Мы постепенно обеспечиваем приезжих специалистов жильем. Например, в этом году дома получат 14 человек. У нас в районе добывают уран и развито животноводство. Поэтому мы всегда рады геологам и ветеринарам. Привлекать молодых специалистов местные власти намерены и финансовой помощью. Желающим сменить город на село предлагают 300 тысяч тенге подъемных и 4,5 миллиона тенге на покупку жилья. Всего с 2009 года в село Туркестанской области переехали свыше 11 тысяч выпускников вузов. Больше всего среди них медиков и работников сферы образования. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестанская область. Тысячи пациентов прооперировали павлодарские кардиохирурги за последние 20 лет. В регионе активно развивают это направление медицины. В медучреждении появились новые гибридные операционные. Большое внимание уделяют медицинским кадрам. Устройство поменяли, надо будет также прийти к нам на... На прием к врачу 81-летний Владислав Блинт впервые попал 9 лет назад. Никогда раньше не жаловался на боли в сердце. Его состояние стало резко ухудшаться. Кардиолог Дамир Капшакпаев принял тогда верное решение. Пациента прооперировали успешно. И вот спустя годы он вернулся, чтобы поменять кардиостимулятор, у которого недавно истекла гарантия. Обещали, что лет 7-8 будет нормально работать. А он проработал 9 и еще, может быть, проработал. Но я обратился и мне решили заменить. Вот прошла операция достаточно успешно. Все нормально, я себя чувствую хорошо. Тьфу-тьфу, ни разу еще не заболело сердце. Врач Дамир Капшакпаев работает здесь с первых дней. 10 лет назад приехал в Павлодар молодым специалистом. Сегодня заведует электрофизиологической лабораторией. Он известный врач-аритмолог в Павлодарской области и на востоке Казахстана. Это 2013 год. Мы только начинали нашу службу, наше направление аритмологическое. До этого времени в области этого направления не существовало. Нам пришлось начинать все с нуля, как говорится. Молодые, ну, начали оперировать. Самые простые, несложные операции. Сотни успешных операций прошло с участием этой незаменимой службы. Тысячи пациентов вновь обрели надежду на жизнь. За 10 лет в кардиоцентре пролечили 40 тысяч человек. Ко дню медицинского работника в Павлодаре поощрили лучших специалистов системы здравоохранения. После сложных времен пандемии люди в белых халатах – герои нашего времени. С 2010 года в регионе учреждена номинация «Золотой скальпель». В этом году ею удостоили опытного ожогового хирурга. Его отделение единственное в регионе, да и по стране их всего шесть. Я думаю, что это одна из самых востребованных, нужных профессий. У меня сын кардиохирург, так что по моим стопам пошел. Я думаю, что всем хочется пожелать только позитива, хорошей работы. Условия для работы и жизни медиков сейчас в приоритете у местных властей. Скоро в Павлодаре появятся новые гибридные операционные. А молодые семьи врачей поселятся в доме медиков. К концу года жилье в общежитии обретут и студенты медицинского колледжа. Ербулабиши, Саматаспанов, Парад Игликов, из Павлодара, Хабар, 24. Праздничный концерт, посвященный творчеству заслуженного композитора и кюйше Абдимумына Жильдебаева, прошел в столице. Выдающегося деятеля культуры пришли поздравить поклонники его творчества. Подробности в сюжете. Творчество Абдимумына Жильдебаева давно полюбилось казахстанцам. Оно отображает широкую и вольнолюбивую душу народа. Композитор написал больше семи десятков кюев. Один из самых известных, Ерки Сылкам, входит в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Абдимумын Жильдебаев и сам виртуозный домбрист. Он обладатель нескольких орденов – курмет, парасат и досток. На сцене же в исполнении талантливых артистов и солистов казахского оркестра прозвучали самые известные кюи композитора. Это Жетесу Сазал, Умер Дастан, Ширайлом, Одарос и многие другие. Очень замечательный концерт. Благодарим Акимат, Управление культуры, филармонию за помощь и поддержку в организации этого праздника. Казахский оркестр выложился от души. На сегодняшнем концерте Аким города отдал дань уважения композитору. Это был прекрасный концерт для нас и для всех гостей. Публика приветствовала Абдимамына Жильдебаева бурными овациями. Он же выразил благодарность поклонникам своего творчества. К слову, выдающегося кюши композитора поздравил и Аким города Алтай Кульгинов. Гульнара Ерманова, Хабар, 24. К другим темам. SpaceX запустила новую партию спутников Starlink с мысой Канаверл. 53 аппарата вывели на низкую околоземную орбиту. Доставили их на двуступенчатой ракете Falcon 9. Позднее первая ступень ракеты вернулась и приземлилась на беспилотный корабль в Атлантическом океане. Компания планирует осуществить еще два запуска в эти выходные. Делают это для улучшения доступа к интернету в разных уголках земли. Любителям острых ощущений в Грузии на высоте в 200 метров открыли стеклянный мост. Его длина почти 250 метров. В центре сооружения расположено кафе в форме бриллианта. Из окон открывается вид на местный национальный парк. Заведение, к слову, претендует на рекорд Гиннеса, как самый высокий подвесной ресторан в мире. МОЗ строили три года. Стоимость вложенных инвестиций оценивается в 40 миллионов долларов. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого. Продолжение следует...